Ребят, нас нужно нажать на рейсы. Как мы выбрались из Мексики после того, как закрыли авиасообщение с Турцией и отменили наши рейсы, а также мы покажем один из лучших аэропортов в мире, аэропорт Стамбула, в новом, заключительном видео этого сезона. Готовы? Погнали! Подвигаемся в аэропорт, в аэропорт Метико, где наш первый самолет повезет нас до Канкуна, где у нас пересадочка. Ну что, друзья, впереди у нас четыре интересных мероприятия. Первое, то есть три аэропорта и один железнодорожный вокзал. И все мы их рассмотрим. А также рассмотрим виды транспорта, на которых мы будем двигаться, перемещаться из одной точки планеты в другую. Из Мексики в Россию, из Мехико в Москву. Метро показывают клипы Минема. Надо же. Будем рассказывать вам про самолеты, колеса дороги, про авиакомпании, про аэропорты. У нас будет три аэропорта. Мехико, Стамбул, Минск. Идем в международный выход. Так, спокойно проходим. Двигаемся по аэропорту в сторону стойки Turkish Airlines для того, чтобы сдать наш чемоданчик. Огромный плюс этого аэропорта, что он находится на станции метро. И сюда ехать можно всего за 5 пес, это чуть больше 15 рублей. Я еще ни один город мира не встречал, где до аэропорта добраться стоит 15 рублей. Ну и чуть больше, наверное, 17 рублей. Магазин мобильных. Здесь мы брали сим-карту. Советую покупать сим-карту в Мексике. Она работает во всех штатах. Интернет прекрасный. Соцсети бесплатные. Практически все, кроме ТикТока. Инстаграм, Фейсбук. По-моему, Твиттер. И... Ватсап. Да, ПЦР-тесты, кстати, тоже здесь можно сдавать. Которые стоят очень дорого. Около 2000 песо. Очень много. Умножайте на 3,6. Удивил курс обменников, что прям соседние обменники отличаются на... На какие-то там... Небольшие суммы, да, но отличаются, как они конкурируют. Плюс еще мне непонятно, почему у одного и того же банка в разных отделениях разных курсов. Подходим к стоечкам Turkish Airlines. У меня здесь есть офис, в который мы заходили, чтобы узнать правила въезда в Минск. Что у нас без теста посадили. Нам сказали, что посадят без теста. Надеюсь, так оно и будет. Регистрируемся на рейс. Стоечка Turkish Airlines. Летим через Канкун, Стамбул. Пересадка в Канкуне. В общем, рейс 15 полчасов. Ребята, нас наслажает на рейс. Человек, который нам рассказал о том, что ПЦР-тест не нужен. Сейчас же нам говорит о том, что ПЦР-тест нужен транзитом. Мы транзит, у нас есть билеты. Подтверждают, что мы транзитом и не находимся в Беларуси 24 часа. Он не сажает нас на рейс. Говорит, правила изменились. Покупайте билеты и сдавайте ПЦР-тест. Это огромные бабки. Просто нереально. Это оплата гостиницы. Нам где-то нужно жить. Это оплата билетов, которые не знаю, когда появятся. Это оплата ПЦР-теста, которая непонятна, как придет или не придет. Успеем ли улететь или не успеем. Боже, какая жесть. Какая жесть. Как хорошо, что у нас оказался билет на поезд, который нас реально сейчас спас. Нас спасают на самолет, и мы летим в Минск через Стамбул. Самое, на миллиметр мы могли остаться сейчас в Мексике. Зависнуть непонятно на сколько. Получить огромные траты. Короче, вы представляете, вам говорят в аэропорту, что вас насажают на самолет без багажом. У вас нет негде жить. Билетов нет. До места лететь 14 часов только до Стамбула. Просто жопа. Но вроде все срастается. Блин, ну если честно, я, конечно, так колпанулся этой историей. Еще и девочку там... Причем один тот же мужик, он сказал нам, садитесь. Тут же девочка подходит. Говорит, не, не сажаем ее. Она в Минск летит. Какого фига, чуваки, блин, это что за прикол такой? Забрали багаж и уже в дютиках. А паспортный контроль мы не прошли. Уже гейт. Паспортного контроля нет. Может быть, это и есть? В общем, зашли в первый приорити. Нам там не понравилось. Нам предложили опять там из завтрака выбор очень скудный. Бобы, яйца, начосы, как я понимаю. И все, по сути. Короче, там не понравилось. И мы идем теперь в другой приорити. Поэтому давайте смотреть, что будет дальше. Делал обзор на еду в вип лаунжи. В то, в который мы пришли, попали. Очень отстойный вип лаунж. Не стоит потраченных приорити. Вообще ничего нет. Абсолютно хлопья. Какие-то непонятные фрукты. Вот хлеб, яблоки, печенье. Все. Ты же все знаешь. Скажи, пожалуйста, сколько примерно или точно, если есть статистику, летает самолетов в день. По миру. Я не все знаю. Мы сейчас посмотрели в гугле, и получается, что, как говорит гугл, в среднем в небе, полетел самолет, находится порядка 11-12 тысяч одновременно самолетов в небе. Это включая и пассажирские, и грузовые. А всего рейсов в день сочетается около 50 тысяч. Ну, половина из них это грузовые, половина пассажирские. 50 тысяч самолетов в день. Ну, это вот информация из гугла, как бы, вот, не ручаюсь за то, что это. Вроде мы должны улететь сейчас в Стамбул, должны пройти паспортный контроль, но его не будет. Сейчас расскажу, почему. Мы видели сейчас самолет Turkish Airlines, который приземлился и летел там 14 часов из Стамбула, с людьми, которые летят в Канкун. Часть людей выходит в Мехико, так же, как мы в самом начале нашего пути, часть продолжает лететь в Канкун. Мы садимся на места тех, кто сейчас вышел в Мехико. Летим вместе в Канкун. Люди выходят из Канкуна, в Канкун вернее. Садимся вместе с новыми пассажирами и летим уже полным сбором до Стамбула. И самолеты курсируют по кругу бесконечно, постоянно, постоянно, постоянно. 14 часов туда, пересятка, меняет самолет, скорее всего, 14 часов обратно. И вот так вот по кругу. Подробно рассмотрим костюм человека. Наша посадочка, наш гейт. Тут Шерлайнс, мы летим в Канкун. Как и предполагалось, люди летят в Канкун, высаживаются. Мы подсаживаемся... Простите, пожалуйста. Подсаживаемся к гражданам России и летим в Канкун. Мы с ними. Так, блогеры, посмотри. Короче, турецкие ребята, они сразу, короче, на нас зашкалили, говорят, что блогеры, русские, короче, украинцы, точнее. Украинцы, они ничего не имеют против украинцев. В принципе. Здесь мы что, полетели в Канкун? Ну, это стоято есть. Какой у нас огромный самолет. Раздают там витечки. Вот сейчас летим в Канкун. Осталось лететь час двадцать три. Там пересадка полтора часа. После чего уже выдвинем в Стамбул. Окей, окей. Чем хорошим самолет Turkish Airlines? Что есть вот такие вот замечательные экраны в каждом кресле. Здесь есть фильмы. Здесь можно посмотреть, сколько тебе осталось лететь, карту полета и все такое. Вот, включил киношку. Мы прилетели в Канкун. Часть русских вылезла. Ну, и мы остались те, кто у тебя до Стамбула. Из Мехико. Мы подсели. Как автобус, как развозка. Ждем, пока заполнится все места. Смотри, что самолет полностью засран. Вообще просто посмотрите. Это просто жесть. Пустили, ребята, убираться. Наконец-то все-таки. Хорошая новость, что сейчас нам уберут салон, он будет чистый. Так, друзья, рассмотрим, что дают в самолете Turkish Airlines. Пока сзади клинира убираются. При посадке на рейс. Это уже не первый раз, но обзор делаем впервые. Итак, мы тут всего навалом. Давайте смотреть отдельно. Значит, маска, смотрите, какая. Такого формата. Это конусообразно. Две маски вот такого формата. Вот с такими лямками. Две. Так, две влажные салбеки. Вот такие вот. Это что, очень, кстати, полезная вещь. И антисептик. То есть он вот такой замечательный. Сниму маску для видео. Раздали вот такие сумочки. Налетели в перерезах. Турки Шейрлайз постоянно раздают. Такие вот бомж-пакеты. Пич-пакеты, короче. Совсем необходимы. Здесь у нас есть зубная паста. Маленький, маленький тюбик с зубной щеткой. Дальше у нас есть маска на глаза. Какая стильная, смотри. Да, стильная. Ну, как-то сам пакетик. Далее идут носки. Синенькие. Носочки. Далее у нас идут бальзам для губ. О, какая классная штука. Так, дальше перуши в уши. Затычки для ушей, чтобы можно было спать спокойно. Так, ну и тапки. Чтобы можно было ходить по салону. Тапочка, не в обуви. Вот носки, чтобы ножки не воняли. В общем, все по красоте. Турки Шейрлайз не перестают радовать. Сейчас нам еще обещают шикарный обед. Вот. И завтрак еще потом. Потому что перелет у нас длится более 10 часов. 11-30. А мы только взлетели. Только прошло всего 20 минут. С 100 моментов, как мы взлетели. Мы находимся в туалете. Самолет от Турки Шейрлайз. Так, здесь, в принципе, все как обычно. Но есть одно «но». Во-первых, чтобы здесь хорошо пахло. Лосьон для рук. Жидкое мыло. Это у нас туалетная вода. Чтобы обрызгаться, чтобы хорошо пахнуть. Ну, и это уже момент такой эпохи. Санитайзер. Вот такой вот туалет Турки Шейрлайз. Давайте посмотрим, что мы будем сегодня влечеть 10 часов. Осталось быть все голодные. И давай, погнали. Питать, смотрите. Пив с роганов, с рисом и с овощами. По-моему, кайфово выглядит. Какой-то салат с курицей, куском. Очень даже тоже неплохо. Аппетитный запах, отличный. Так, еще какой-то тоже-тоже курицкий салат. Тоже прикольно. Смотрите, как красиво. Так, а у меня паста с сыром. А остальное все у нас, в принципе, одинаково. Такое вот тортик, салатики, булочка, кофе и кок-кола. Продолжаем смотреть кино и кушать. Как мы прознулись, поспали буквально часа три, наверное, осталось будет сеть. Час 38. И у нас завтрак. Яйцо с сэндвичем. В общем, какой-то салат с бомбером, фрукты. Добрались из Стамбула, выбрали к этой стране Мексики. В общем, 15 часов в самолете, прикованные к сидушкам. Прошли успешно, поспали на часах аэропорта в 64. Вот теперь у нас 8 часов пересадочек. Сейчас погуляем по аэропорту, покажем, что здесь есть. Один лучший аэропорт в мире. Так, вот мы вышли из самолета. Вот наши самолеты здесь стоят. Вышли из самолета и идем на транзит. На транзит, да, то есть идем в зал ожидания для следующего рейса. Нужно будет пройти контроль типом багажа, в общем, типа безопасности. Стамбул уже просто второй родной город. Виталик, 34 года. Наша вторая пересадка. Первая была в Канкуне, теперь Стамбул. И потом еще одна пересадка будет в Минске с самолета на поезд. Там у нас 2 часа, чтобы успеть доехать до вокзала в центр города, сесть на поезд в Москву. Еще не знаем, успеем, не успеем, потому что всего 2 часа. В принципе, не так много, чтобы добраться. Там пробки, такси, в общем, посмотрим. Все у нас такое живое происходит в прямом эфире, как утренняя ситуация с тестом, когда нас могли не посадить вообще на рейс, не могли бы остаться в Мексике. Мы находимся в одном из самых крутых аэропортов мира. Ига, Истамбул аэропорт. Здесь целый город, состоящий из магазинов, кафешек. Поправляй маску, потому что с этим здесь очень строго. Есть ребята, которые ездят и специально смотрят, ездят на самокатах и специально смотрят за тем, чтобы все ходили в маску, потому что в Стамбуле и вообще в Турции с этим строго. Как и в Мексике, как мы поняли уже. Смотрите, какие высокие потолки. Очень круто, когда в аэропорту высокие потолки. Вот сейчас мы были в аэропорту Мехико, там вообще потолок такой низенький, как в магазинах торгового центра. А здесь, смотрите, какой масштаб ощущается. Видите? Вот это прям вот отличает. Крутого аэропорта от не классного. Одно из немногих, что мне не нравится, в аэропорту Стамбула, что есть интернет, всего 60 минут дается в сутки на каждое устройство, на каждый IP-адрес. Вот. И стоят такие вот автоматы, где можно докупать интернет, когда у тебя кончились 60 минут. На самом деле очень странно, когда у людей пересадки, вот сейчас у нас пересадка, допустим, 10 часов, и интернет у нас всего только 1 час 60 минут, и все. Очень неудобно, потому что, ну, в аэропорту должен быть, мне кажется, интернет безлимитный по времени. Давайте попробуем воспользоваться им. Нужно отсканировать свой паспорт. Я это делаю. Делаю это вот так. Так, получить я могу его через телефон или через паспорт. Ну, давайте через паспорт распечатать. Печатаем пароль. Также можно купить. Давайте посмотрим. 2 часа 35 лир, 24 часа 60 туркеш лир. Как уже Виталий говорил, здесь очень жестко контролируется масочный режим. То есть, вот, только спустил, все, сразу подходит какой-нибудь сотрудник аэропорта и говорит одеть маску. На самом деле, сейчас в Турции очень серьезная ситуация с коронавирусом. Огромное количество заболевших. Из-за чего, собственно, и было прервано авиасообщение с Россией. Из-за чего мы, как бы, перенесли рейс в Минск. Вот это так делаем, такой крюк, чтобы вернуться в Москву. Вот, поэтому здесь нужно ходить только в масках. И по-другому никак, и все ходят маской. Даже вот, когда были в Стамбуле, две недели назад, в самом городе, никто не носит маски вот так. Все я носил маски вот так. И Санкуши здесь, конечно, как и в любом аэропорту, очень дорого. Взади меня табло, табло вылетов. Здесь очень много городов, очень много направлений, потому что авиакомпания Turkish Airlines, это авиакомпания, которая летает в наибольшее количество городов в мире, из всех авиакомпаний. То есть это самая, как это сказать, самая масштабная авиакомпания в мире по количеству направлений. Такая зона вот здесь, с магазинами, кафешками, булки, сэндвичи. Конечно, цены везде ломовые. Все-таки это аэропорт, там и второй этаж, где находятся бизнес-залы, и тоже какие-то кафешки, бургерные, рестораны. Сейчас посмотрим, что по ценам. Так, погнали. Subway. 45, это 15, 79, 30 сантиметров. 90. Идем дальше. Пицца. То, что мы любим. Листья 13, Turkish Lir. Bihir Ambo. Мне кажется, очень дорого. Hi. Hello. Такой вот крутой комбо, 165. Две колы, хлеб и ножки. Короче, фигня полная. Я думаю, что с остальными будет точно так же. Примерно, еда в аэропорту Istanbul Great Airport обойдется вам тысячу рублей. Вот так-то расположен магазин Duty Free. Они здесь, как бы, один переходит в другой. Такая большая общая зона. Народа сейчас немного, на самом деле. Обычно здесь вообще толпа людей. Сейчас просто утром. Наверное, утром мало рейсов. Может, еще мало народу из-за того, что запретили рейсы из России. Потому что в России тут было десятки рейсов в день. Вот там сзади меня сядут африканцы. И хочется заметить, что этот аэропорт является таким хабом для полетов в Африку. Поэтому здесь всегда очень много африканцев из всех стран Африки. То есть, даже Turkish Airlines летает в Сомали. Представляете себе, в Магадиши летает Turkish Airlines. Это одна из многих авиакомпаний, через которые можно добраться в теории в Сомали. Хорошо показывает размеры аэропорта вот это табло, где написано сколько минут идти до какого выхода. Вот видите, для каких-то выходов идти 12 минут, 7 минут, 13 минут. И выход ФФ 19 минут. То есть, понимаете, если выходы разбросаны в одну сторону 12 минут, в другую сторону 19 минут, значит, как бы через весь аэропорт пройти, чтобы нужно 30 минут. Пока ходили по аэропорту, с Виталиком даже потеряли друг друга, потому что такой огромный аэропорт, что сложно даже найти без связи. Вот, но мы нашлись и мне помогли в этом его красные труселя. Где они? Вот они, красные труселя. Еще в аэропорту есть вода и горячая вода, то есть кипяток. Это очень удобно, когда можно, когда нужно выпускать лекарства, например, или заварить лапшу. Ну, а обычно водой просто попить. Давайте попробуем, работает ли. Вот видите, нужно держать, да, здесь сенсорный нужно держать, тогда она льется. Тут же можно обувь почистить. Такие вот мужчины есть колоритные. Виталик, масло на нас. Не позармения. Кто-то сидит на полу, хотя есть столько места, чтобы можно было присесть с комфортом. Вот такая здесь штука есть, туалет для собак. Видите, вот этот значок собаки, иконка. Туалет для собак, пойдемте его посмотрим. Вот он, туалет для ваших любимых питомцев. Вот эта дверь, смотрите. туалет для собак покрыт. Какие милахи тут. Вот так выглядит. Туалет для собак с травкой, газоном, чтобы собачки думали, что они на травке сидят. Господи! И все классно идут. Здесь же стоит вот корм сзади для животных. Такое уникальное место здесь. Не, молодцы, конечно, что придумали такую вещь. Такая вот здесь столовая, ресторанчик. С этой стороны восточной сладости. В аэропорту стоит дерево желаний, куда люди прикрепляют свои записочки разные, там, не знаю, признание в любви, пожелания кому-то, там, не знаю, свои желания, как вышли. И мы вешаем сюда корешок от билета Москва-Стамбул. Друзья, Москва-Стамбул, представьте, я нашел, сколько он у меня хранился, не знаю, чтобы вернуться сюда в отличный транзитный пункт, да и вообще, чтобы больше путешествовать. Поэтому повесим на самое видное место. Мой корешок, Москва-Стамбул. Слушай, корешок, как раз ты сейчас сюда приедешь, проверь, будет ли он еще висеть. Переходим немного в другую часть аэропорта, где уже находятся гейты. Вот люди, видите, заходят. Это вот рейс в Бейрут, в Бейрут, в Кремити, мы полетим в Бейрут, надеюсь. Очень хочется, на самом деле, попасть в Бейрут, столицу Ливана. Здесь есть столы, чтобы поработать. Здесь розетки, американская розетка, европейская розетка, USB. Вот так ведь выглядят гейты, такие вот огромные-огромные ворота. И около них здесь находится зона, где есть лежаки, где можно даже не просто посидеть, как на вот этих обычных стульях, а где можно с комфортом лечь и даже поспать. Я там не раз спал. Вот сзади меня эта зона с лежаками, она огорожена такими вот живой изгородью, стеклом, и еще вот живой изгородью с растениями, чтобы как-то приятно глазу было, что ли, где можно нормально отдохнуть, полежать, подождать своего рейса, даже если не там много часов. Автопарк в аэропорту Стамбула, как у хорошего рэпера в передаче по домам на MTV. Помните такое? Даже по значкам можно понять сервис. Смотрите, там туалеты, дальше камер хранения багажа, спа, душ, парикмахерская, лаунж, лаунж, отель, мечеть, лаунж, терраса. Терраса для тех, кто курит, очень удобно, с отличным видом панорамным. Вот так она выглядит. Электрокары в действии, вот везут людей. Это очень удобно, особенно, когда ты опаздываешь на рейс, можно попросить, чтобы тебя быстренько отвезли к нужному выходу. Вот там сзади мужчина выгоняет людей с места, которые сидят близко друг к другу, то есть говорит, что нужно занимать места через одно. Ну, социальная дистанция, коронавирус. Люблю крупные международные аэропоты, потому что здесь можно встретить представителей всех национальностей, всех стран мира, и так интересно ходить, наблюдать за всеми, как они выглядят, как они одеваются, как они общаются, как кто где сидит, кто на полу, кто там на скамеечке, на лавочке, в общем. Мы заходим в бизнес лаунж в аэропорту в Стамбуле, сейчас посмотрим, что там есть. В каждой стране, где мы бываем, мы заходим в бизнес лаунж. Мы были во многих странах в бизнес лаунж, были в Индии, в Китае, в Гонконге, в Сингапуре, но в Стамбурске в бизнес лаунже самый крутеский. Мы находимся в бизнес-зале Стамбурского аэропорта. Вот такая у него огромная территория. Красивый такой дизайн, много зелени, совсем немного людей. Так, сейчас посмотрим, что здесь есть по еде. Значит, так, что это такое? Груши, какие-то булки с чем-то, бутерброды, в общем. Тут у нас йогурт, эти сладости, салатики. Здесь можно сделать себе кофе. Сейчас сделаю себе кофе. Ставим стаканчик, выбираем капучино и делается кофе. Один из лучших бизнес-залов на самом деле в аэропортах, что мы видели. Вот снизу водичка, газировочка, можно набрать себе дорогу, самолет. Раньше можно было еду самому накладывать, а теперь надо просить человека, чтобы тебе накладывали. Это все из-за коронавирусных ограничений. снизу. Ка-ка. Спасибо. Для видеоблога. Такой вот обед в бизнес-зале. Мы находимся в Стамбуле, преодолели 15-часовой перелет из Мехико через Канкун в Стамбул. Тут мы уже сидим 8 часов, сейчас вылетаем в Минск, потом 2 часа пересадка и на поезд в Москву. Надеюсь, мы не опоздаем на поезд. Миссия выбраться из Мехики продолжается. 15-часов из Мехико до Канкуна. В бизнес-зале есть душ, так как мы летели 14-часов. Мне необходим душ, я взял с собой вещи, банки принадлежности. Спасибо. И сейчас буду заходить в душ. Спасибо большое. Вот. Сейчас покажу, как он выглядит. Итак, что из себя представляет душ? Ну, соответственно, ротомойник, шкафчик для вещей. Такое маленькое зеркальце еще. Очень удобное, увеличивающее. Снимаем на конец эту маску. Так, для душа полотенца. Тапки. Салф. Еще одно полотенце. Мочалка. Все-то есть здесь. Огонь. Так, салфеточки. Ну, и, собственно, сам душ. Как-то даже прекрасно. Я готов. А, мыло шампуни. Ну, что, мы выдвигаемся. Мы двигаемся. На посадку в Минск. Сейчас, на свою. Минск-Сири. Давай. Нью-Йорк-Сири. Бау. Покидаем лаунж и идем на посадку в славный город-герой Минск. Вот еще нижний уровень, где есть гейты. Предайте безопасно. Этим засранцу дали бизнес-класс. А я сижу на 31-м ряду. И сзади меня только туалет. Ну, в туалет близко ходить. Ну, конечно, фортануло, пацаны, фортануло. Итак, пока мы, братан, там сзади чалится на 31-м месте, я случайно попал в бизнес-класс. Мне принесли обед, сырная нарезка, салат из овощей. Здесь есть мороженое, короче, рыба с кабачком, креветка, с креветкой, что это? Еще какая-то штука с рыбой. Вот булочка. Полетели в Минск, ждем наш багаж, все никак не выезжает. У нас полтора часа уже поезд, а нам сейчас добраться надо еще минус 40, что были вокзалы. А все багаж никак не едет и не едет. Вот лента, а багажа все нет. Ну что, мы добрались до поезда Минск-Москва, Беларусь. Ура! Начну с этого. Мы успеваем на поезд Минск-Москва. Вот он, поезд. Жуткий путь преодолен. Мы доветели до Стамбула, посетили там дохрена времени и из Стамбула добрались до Минска. Еще успели на поезд. Офигеть, мы едем довольны. Здесь холодно. Вообще так непривычно вообще ощущать холод после Мексики. Да, конечно, вот это путешествие без багажа. Минск-Москва, 10-й вагон. Через полчаса отправления плохо и через 9 часов мы будем на Белорусском вокзале. Где наши 7-8? Хороший вагон. Да, неплохо, комфортно здесь. Что, это наши, да? Вот эти два, наши. Вот так люди возвращаются из Мексики. Чтобы потом еще ну что, друзья, спасибо всем, кто был с нами все эти выпуски. Мы закрываем блок. Мы закрываем этот сезон вот так вот в поезде. Я думаю, больше мы уже снимать здесь ничего не будем. Да. Как мы доберемся в Москву, уже понятно доберемся. Следующий сезон ждите какой возможно Бразилия, а возможно что-то другое. Какая красота. Так выглядит туалет в поезде Минск-Москва. Смотрите, чистейший, просто чистейший. Вообще замечательный, я считаю. Бро. Это лучший туалет в поезде, который я встречал. Ну что, мы в Москве. 14-15 часов перелета. Рейс Мехико-Стамбул через Канкун. 8 часов ожидания в Стамбуле. Далее самолет до Минска. 3 часа. Далее быстрое такси и нервы при получении багажа, что мы не успеем на ЖД. И 9 часов в поезде. И вот мы в Москве на станции Белорусская. Даже не верится, что все это произошло и что так все успешно закончилось. И вот мы сейчас говорили, эти эмоции сложно будет кому-то передать и объяснить, кроме как прошло. Да все круто прошло. Можно разными формами это объяснить. Я сказал, такое чувство, что я был в Москве, как будто в армии служил. Ну что, друзья, до новых встреч. Участие без багажа уже в Москве. И следующий пункт, куда мы отправимся, мы мы сами пока не знаем, но куда-нибудь отправимся. До новых встреч. А в следующем видео мы начинаем новый сезон наших путешествий, в котором мы отправимся в Бразилию. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео наших путешествий.